День зимних видов спорта Поэтому и было решено учредить новый национальный праздник – День зимних видов спорта В 2015 году его отметили впервые, а дату 7 февраля выбрали не случайно Ее приурочили к годовщине открытия Сочинской Олимпиады и Паралимпиады Сегодня мы говорим о том, что многие виды спорта, а сегодня мы не говорим о зимних видах спорта, о малых жарах То есть сегодня на занятия спортивной секции уже приходят дети, начиная с 4 лет и старше Ранее, конечно, это было совсем по-другому Поэтому мы еще раз хотим, мы стараемся на каждом мероприятии, и не только на дни зимних видов спорта, популяризировать Наши спортивные учреждения, наши спортивные школы Мы каждый раз приглашаем вас для того, чтобы вы приходили, родители приводили детей Кто постарше приходил заниматься самостоятельно Мы приглашаем самых наших заслуженных спортсменов, кто лично принимал участие в Олимпиадах И своим примером показывал, что это возможно, возможно, на Омском льду, возможно, на Омском снегу добиваться самых высоких спортивных результатов Центральной ареной дня зимних видов спорта в Омске стал СКК имени Блинова Спорткомплекс наполнился спортсменами и тренерами, почетными гостями, малышами и их родителями Приветствовали омичей прославленные атлеты Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко и серебряный призер Игр в Сочи Яна Романова Первыми на лед вышли фигуристы Зрители наблюдали за синхронным катанием После, внимание переключилось на шорт рекистов На высоких скоростях они знакомят пришедших со своим видом спорта Когда я была очень маленькая, меня привели родители на фигурное катание И с тех пор я занимаюсь, мне очень нравится Зрителям предложили не засиживаться на местах Ведущие призвали их стать участниками спортивного шоу Сочинять стихи и кричалки Самые активные получали призы Пригласительные билеты на массовые катания, которые стартовали по окончании праздника Мы пришли сюда, потому что мы занимаемся спортом всей семьей Посещаем тренажерные залы Сын у нас занимается хоккеем Я занимаюсь хоккеем, плаванием Всех призываю бегать, прыгать, плавать Заниматься своим здоровьем, физической культурой Не только зимними видами спорта, а и летними Проводить много времени на воздухе, на природе Презентовали на дне зимних видов спорта еще такой вид, как керлинг Пока еще только набирающие обороты в нашем регионе Он сумел покорить сердца многих в этот день Показали свое мастерство и юные воспитанники ледовой школы Ирины Родниной Ну а самые жаркие аплодисменты достались хоккеистам О том, как любят в Омске хоккей, известно далеко за пределами региона И именно поэтому второй площадкой празднования дня зимних видов спорта Стала птичья гавань, где прошли матчи по хоккею на валенках И здесь участников и гостей было не меньше Согревшись горячим чаем и обувшись в валенке Ребята начали спор за звание фаворитов в этом виде хоккея Нам за неделю сказали, что мы участвуем И мы у нас в зале спортивном занимались, тренировались Отрабатывали защиту, атаку 16 команд заявились для участия в первом турнире среди школьников по хоккею на валенках Соревнования организовали по олимпийской системе с играми на вылет Каждый матч два периода по 6 минут Две недели тренировались ребята только без валенок в зале Готовились, хотят победить Акценты на защиту, на падение, силы, чтобы были равны Не получилось немножко, в следующей игре получится После отборочного этапа до финала дошли самые ловкие Так третье место разыграли дружины гимназии 62 и средней школы 105 Победу завоевали первые В финале же лучших определили только при помощи серии булитов 55-я школа занимает первое место Серебро у учеников 101-й Особыми призами наградили лучших вратаря, защитника и нападающего соревнований Победители и призеры получили памятные кубки и медали Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok